Всего за несколько часов все свободные места в столичном легкоатлетическом манеже были заполнены беженцами, прибывшими из Украины. К тому же прошлой ночью понадобилось еще 150 дополнительных матрасов, чтобы справиться с большим наплывом. Люди, с которыми нам удалось пообщаться, рассказали, что при первой же возможности хотят уехать к родственникам в Европу или же вернуться на родину. Накануне в зале легкоатлетического манежа разместили около 650 человек. В основном это мамы с детьми. Хотя кровати доставили вчера утром, к вечеру все места уже были заняты. Среди беженцев мы застали одну женщину. Готовила чай для двух своих маленьких детей. Втроем бежали из Одессы. Муж остался там. Я жду, когда война спокойно, еду в районадос. Мне мужчина... Остался в Одессе? Его не пустили? Нет. Одессе очень плохо. Всегда бомба, тревога всегда. Подвалы. Очень плохо. Александр и Лилия тоже здесь провели ночь. Говорят, как только добрались, от усталости уснули. А утром засобирались дальше, к племяннику в Польшу. Ночью, ночью была сирена, но мы даже не спустили. Мы уже просто были без сил. Потому что сирена и сирена. Днем несколько раз было, понимаете. И у нас, к сожалению, высотный дом. И если это все завалится, то паркинг нас не спасет. Среди беженцев много выходцев из Азербайджана, которые много лет живут в Украине. Теперь единственный выход – вернуться домой. Говорят они. Дети, они боятся. Когда стреляют, они боятся. Поэтому решили ехать на родину. Куда? В Азербайджан. Ага. А как вы переехали в Украину? Мы давно. Я в 95-й год приехал в Украину. Давно живу. Ну, а дети мои граждане в Украине, а я сам гражданин Азербайджан. Мы хотим в Азербайджан ехать. Пока общали и ждем ответ, когда отправят у нас. Как думаете, вернетесь в Украину или нет? Ну, если да. Если это все нормально, конечно, вернем. Это музей сколько? 20 лет, 25 лет. Мы живем здесь, все нормально. Мы хотим мир. По словам одного из координаторов центра для беженцев, прибывших сюда кормят три раза в день. Этим утром люди устремились за завтраком. Нам не удалось справиться с большим наплывом людей. Вчера мы запросили еще 150 матрасов. Их привезли в полночь. Сегодня утром на железнодорожную станцию доставили 150 беженцев. Они отправились поездом в Румынию. Накануне власти объявили, что определили по всей стране около 25 тысяч мест для размещения беженцев, не имеющих родственников или знакомых в Молдове, которые могли бы их приютить. Около 60% сегодня уже были заняты. По словам чиновников, при необходимости может быть организовано столько помещений, сколько потребуется.